Отечественную духовность российские консерваторы вот уже не одну сотню лет противопоставляют западному либерализму, традиционной ценности против излишней свободы личности. Впрочем, в Москве умышленно или нет, но подменяют понятия. Говоря о духовности, чаще всего имеют в виду религиозность, а вдохновляются ораторы деятелями политическими. О нравах и ценностях, подхватив указания лидера нации, особенно много разглагольствуют православные священнослужители. Очередную проповедь выслушала в Москве Александра Агиянко. Новый год для москвича Павла Самбурова начался с неприятной новости. Известный российский актер и временно запрещенный в служении священник Иван Ахлобыстин заявил, что таких как Павел нужно сжигать живьем в печах. Заявление, которое вполне можно назвать экстремистским, прозвучало на творческом вечере Ахлобыстина. А чуть позже актер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть в Уголовный кодекс статью о мужеложестве. Российское ЛГБТ-сообщество отреагировало открытым письмом в адрес компании Apple с просьбой разорвать отношения с компанией Евросеть в связи с тем, что там работает Ахлобыстин. Павел представляет одну из общественных организаций, которая поддержала эту петицию. Мы не думали о том, было ли высказывание Ивана Ахлобыстина серьезным, или это была какая-то шутка дурацкая. Вследствие того, что ни один случай публичного выражения ненависти и призыва к насилию, тем более такого вопиющего, как призывы сжигать геев в печах, не должен остаться незамеченным. А наше движение реагирует на каждый более-менее заметный гомофобный выпад и считает своим долгом бороться с распространением ненависти в России. Дискуссия о судьбе российского ЛГБТ не утихает в мировом информационном пространстве уже больше года. Сначала в Москве решили запретить так называемую гей-пропаганду, что правозащитники посчитали откровенным преследованием гомосексуалистов. Масло в огонь подлил президент Владимир Путин, который в своем ежегодном послании Федеральному собранию недвусмысленно заявил о необходимости сохранения традиционных ценностей. Духовные скрепы против растления, выбор среднестатистическому православному россиянину должен быть очевиден. Русская православная церковь активно принимает участие в дискуссии на тему ЛГБТ, занимает в этом вопросе однозначную позицию. Гомосексуализм – это грех, который человек должен преодолеть. На днях патриарх московский и всея Руси Кирилл снова затронул эту тему в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву. Последний известен своими радикальными взглядами по отношению к ЛГБТ и задолго до Ивана Ахлобыстина предлагал действовать огнем в отношении гомосексуалистов. Тема греха в беседе с патриархом стала одной из основных. Вектор, по которому развивается современная цивилизация, у Кирилла вызывает озабоченность. «Попустительство греха на законодательном уровне в некоторых странах – вот в чем настоящая проблема», заявил глава РПЦ. Намек поняли на Западе. Высказывания Кирилла еще больше накалили и без того непростую обстановку накануне Олимпиады в Сочи. Меньше чем через месяц в Россию съедутся спортсмены и болельщики со всего мира. И далеко не все они традиционной ориентации. Представители американского канала NBC уже заявили, что намерены часть эфирного времени в дни Олимпиады посвятить обсуждению антигейского закона и расспросить о нем лично Путина. Правда, представители российского ЛГБТ уверены, что все и правды американские журналисты все равно не узнают. То есть, если в России идет агрессивная пропаганда, ненависть, разобщение общества и тому подобное, то для Запада России это правовое демократическое государство, в котором все равны, ну и так далее. Часть экспертного сообщества действия российской власти оправдывает. По мнению члена общественной палаты Павла Пожигала, нормативные документы, подобные закону о запрете пропаганды гомосексуализма, это скорее самооборона в условиях войны, которая уже идет. В России чувствуют реальную угрозу сохранения некой мировой нравственности. Вот эта новая, собственно, такая кампания по внедрению в Россию этих западных стандартов защиты прав меньшинств, с моей точки зрения, это Третья мировая война. Вот такая будет Третья мировая война. Там не будет бомб и не будет пушек, танков, не будет. Будет война именно по завоеванию культурного пространства. Причем не только в этой области. Ну, конечно, послушайте, я-то предлагаю просто набраться воздуху лет на сто. Да, вот не отвечать вообще. Через сто лет не будет Европы. Они не рожают детей. Сочувствующие правительству аналитики успокаивают россиян. Олимпиаде ничто не угрожает. Даже если кто-то решит в ней не участвовать. Олимпиада в Москве в 1980 году бойкотировалась десятками стран. Но это не помешало ее провести, бодро заявляют оптимисты. Политолог Алексей Мухин уверен, что Сочи не разочарует даже самых убежденных скептиков. Закон об ограничении и запрещении ЛГБТ-пропаганды среди молодежи на территории Сочи сейчас фактически приостановлен. Более того, и средству массовой информации, и правоохранительным органам, и даже спецслужбам даны разъяснения, инструкции. Не проводить никаких мероприятий, которые бы трактовались как запретительные, либо ограничительные в этом ключе. Между тем, эпатажный Иван Ахлобыстин становится в российском обществе лишь популярнее. ЛГБТ-движение ждет ответ от компании Apple. Ну а глава компании Евросеть заявил, что увольнять актера не собирается. Александр Агиенко, Алексей Матвеев, Артевиай, Москва.